Ребята, всем привет! Меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал и это мой очередной влог. У них, как правило, ничего интересного не происходит, но многим из вас нравится видео подобного рода, так что я буду очень рада, если вы поставите пальчик вверх, поддержите его комментарием, подпишитесь, если вы вдруг до сих пор не сделали этого и также посмотрите ролик через VPN. В общем, начнем мы влог с обзора покупочек. Мне тут кое-что пришло из золотого яблока из озона. Ничего сверхъестественного, но просто решила с вами поделиться. Итак, первое, что мне пришло, это лонда, шампунь и бальзам. К сожалению, они из разных серий, потому что из одной серии всего не было в наличии, но здесь ничего страшного, решила взять на пробу. Объем, конечно, маленький, стоит дорого, но нужно свои волосы хоть как-то восстанавливать, хотя я понимаю, что моим окрашенным волосам обестреченным уже ничего не поможет, только бережный уход и обращение с ними. Конечно же, я это уже все вскрыла и попробовала пару раз. Пока что особо ничего не поняла, но, по крайней мере, волосы более гладкие, что ли, и опрятные после использования, потому что иногда я грешу с уходом за волосами. Нужно это дело исправлять. Второе, то, что заказала эту блеску от Vivienne с собой, я думаю, вы о них уже наслышаны давным-давно, и я тоже решила не отставать. У меня просто всяких бежевых блесков дофига, я решила взять на пробу что-нибудь поярче, взяла в красном оттенке 12 номер, но он полупрозрачный, в принципе, я его уже тоже так разочек попробовала намазать. Ничего такой приятненький, нелипкий и нормально пахнет, конечно. Я мечтала о помадке или блеске Dior, но в наше время это немножко затруднительно, так что беру от жизни, что дают. Дальше, что мне пришло с зон, тоже ничего интересного. Пришла мне тушь от Vivienne Sabo, просто я это все в разные дни заказывала. Тоже тушь, наверное, про которую все знают. Кабаре, кто-то ее любит, кто-то нет. Мне, в принципе, уже без разницы, какая тушь, потому что моим ресницам уже ничего не поможет. Они у меня, с одной стороны, длинные, но они у меня вниз всегда растут, как бы я их не завивала. Какая бы тушь ни была, объема толком не получается путевать. Просто заказала, чтобы хоть чем-то красить ресницы. И что за 300 рублей, что за 600, ничего уже не поможет. Еще я заказала батарейки, мне же в магазин не сходить. Я заказала пальчиковые, но мне, оказывается, нужны были мизинчиковые для моей уфолампы, для эпоксидной смолы. Ну, в общем, лохушка года. Внимательно снимаю конек. Потом я заказала обычный прозрачный чехол для наушников, потому что все старые чехлы у меня уже износились, растянулись, пожелтели. В общем, этот чехол я выкинула. Какие-то я с Алиэкспресс заказывала, какие-то в Экспрессе покупала. В общем, просто обычный прозрачный чехольчик. Они сейчас что на Алиэкспресс 200 рублей стоят, что на Азоне. Так что, чтобы долго не ждать, я решила заказать. Мне просто нравятся чехлы, где есть вот эти петельки, потому что я на них могу вешать свои брелочки. Да, реклама моего ушла. А так, в принципе, сейчас на Азоне тоже разных видов. И последнее, самое главное, что я заказала, я это тоже уже подъела прилично так, это мармеладки со вкусом манго. Конечно, написано, что это манго-кубики. На самом деле, это просто мармелад. Если вы любите что-то связанное с манго или со вкусом манго, то, в принципе, советую. Конечно, в отзывах там пишут, фу, химоза, там отравы, тыры-пыры. Я люблю такую химозу. Я знала, что там будут именно мармеладки, так что я решила взять. По-моему, 300 рублей. Пакет такой стоил. Вес тут 500 грамм. У них такой слабо выраженный привкус манго, и они не сильно сладкие. Так что, вот, если хотите, можете попробовать. На самом деле, я хотела мармеладки видеоколок заказать, но они там продаются только килограммами. Килограмм за 1000 рублей мне как-то жалко. Так что решила найти альтернативу. Я, знаете, уже сам фрукт, как манго, не переношу, потому что я его уже переела. Но вот все остальное, что касается запаха манго, вкуса манго, я это все равно все скупаю. Я самый главный энтузиаст манго. И еще мне пришла вот такая посылочка с Алиэкспрессом. Мы ее тоже вместе с вами попозже вскроем, хотя я только сегодня буду снимать видео про предыдущие покупки с Алиэкспресс. Надеюсь, оно уже вышло на моем канале. Ну, давайте посмотрим, что там внутри посылочки. Она в этот раз очень маленькая и небольшая. Я не знаю, все ли там пришло, но вроде бы я ничего крупного в этот раз не заказывала. Так что, ладно, давайте вскрывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всего 7 посылочек, значит, тут, наверное, не все. Может, и все. Первое, что мне пришло, я уже знаю, это фурнитура. Тут должно быть 30 штучек, я потом пересчитаю. Здесь 10. Просто серебряное, у меня просто в лед уходит. Второе, что-то легенькое. Подставочка такая маленькая. Я думаю, она побольше будет. Это подставка под горячее. Я ее заказала для своего стола этого, потому что я очень часто здесь пью кофе. В принципе, куда она мне больше? Я специально хотела заказать что-нибудь в милом таком, что-то около кавайном стиле. На зоне Валдберрис я смотрела, но они в основном либо пробковые, либо с какими-то дизайнами, которые мне не нравятся. На Алиэкспрессе, конечно, выбор побольше. Есть и в минималистичном стиле, но они там уже гораздо-гораздо дороже стоят. По-моему, рублей 180 стоило. Сейчас, наверное, подешевле. Там есть в разных расцветках. Первоначально я тоже хотела с другим дизайном, но их уже не было в наличии. Хотела что-нибудь зайчонкам заказать, но остановилась на этой. Просто я думала, что у нее чуть-чуть побольше диаметр будет. Ну, как бы размер это, смотрите, это не мое. Здесь, как я понимаю, здесь защитная пленочка, я ее попозже сниму. Ладно, буду использовать для горячего. Не знаю, насколько ее долго хватит. Просто я за этим столом очень часто пью чаек или кушаю. Так, давайте дальше. Тоже догадываюсь, что это может быть. А, нет. А, это вообще кое-что другое. Это накладка на клавиатуру в ярко-розовом цвете, потому что все мои накладки уже износились, и, как правило, они шли в комплекте с чехлом, точнее, с кейсом. В общем, кейс для ноутбука, когда заказываю, там всегда шла накладка. У меня была черная и сейчас прозрачная, но они растягиваются, желтеют, мутнеют. Я нашла ее в розовом цвете, но сейчас меня, как вы видите, тянет на розовый цвет, так что я очень-очень рада. Надеюсь, она подойдет. Позже мы с вами ее примерим. Стоила она очень дорого, как по мне, рублей 400. У нас они тоже продаются на зоне Wildberries, но на мою модель ноутбука нет, и тоже они очень дорогие. Далее, что мне пришло, я тоже уже догадываюсь, и оно немножко меньше. Я это уже вижу. Какая красота! Это набор листочков или постеров. Я хочу их использовать для своей стеночки, также можно использовать для скрабокинга. В общем, такие постеры, тут, по-моему, штук 50 должно быть, там можно выбрать стилистику. Конечно же, я заказала в миленьком стиле с тортиками. Ну, здесь еще что-то другое должно быть. Они еще повторяются, что ли? Ну, ладно. Не страшно. Зато можно использовать много раз. Что-то я опять лоханулась, ребят, похоже. Я думаю, здесь будет больше выбор картиночек. Как я заказываю, я вообще не понимаю. Так, следующее что-то легенькое и тоненькое. Ой, ё-моё, бедные буковки. Это наклейки в виде буковок. Их можно использовать для скраббукинга, но я еще хочу попробовать их использовать для брелочков, потому что иногда просят что-то с белой надписью, но белую надпись я не могу делать. Они, конечно, тоже очень огромные. Вот здесь, конечно, беда произошла. Все мои буковки Е улетели куда-то. Ой, что-то какой-то у меня сегодня неудачный этот обзор покупок. Найду их как пристраивать. Просто вот белые буковки их, например, еще раскрасить можно в любой цвет. Мне осталось еще две посылки. Что-то как-то у меня немножко настроение, знаете, такое себе. О, это то, что я хотела. Это молд в форме мишки. И чтобы делать брелочек-шейкер, я не думала, что он будет настолько толстым. Это что же за брелок-то такой у меня будет потом? Ладно, будем экспериментировать. Если у меня что-нибудь путевое получится, то ждите скоро в моем шопе и сможете заказать со своим дизайном. Я не думала, что они такие толстые. Да что ж сегодня все такое? Ожидание, реальность. Так, последний заказ. Это у меня цепочки для брелочков для бейджиков. Я заказываю в рандомных цветах. Но что-то как-то по цветам. Опять черных дофига. Что-то как-то зеленых нет. Желтая одна. Розовых красивых нет. В персиковых оттенках. В фиолетовых нет. Короче, ребят, что за хрень? Что-то я вообще другое все ожидала получить. Что-то какая-то у меня грустная распаковка сегодня вышла. Но, короче, вот я, конечно, ссылочки на все это оставлю. Но вы знаете, что оно все выглядит вот в таких размерах. И приходит все в таком виде. Ну, или я просто невнимательная. Сижу, я смотрю видео. И тут что-то, считай, шевелится. Как она туда забралась, я не знаю. Наверное, как-то оттуда. Уничка! Меня захватили. Тебе тут как? Отлично? Заглотус. Ммм. Слюняй его палец. Я досняла видео про Алиэкспресс. Оно должно у вас было выйти еще на прошлой неделе. Так что, если вы его еще не посмотрели, то обязательно посмотрите. Я что тут зря, блин, до 12 часов ночи располняюсь. Конечно, я вот с виду всегда такая... Кофточки, блузочки, такая... В штанах пижамных сижу. Ну, в принципе, и все, кто снимает, все так сидят. Все. Теперь отдыхать. А завтра монтировать. Потом опять монтировать и опять. Все? Тебя упаковывать? Давай, Моня. Я тебя упаковываю. И все. Я отправлю кому-нибудь другому. Что ты хочешь выкопать? Мой. Ну все, я тебя упаковываю, да? Все. Давайте. Отправлю кому-нибудь в приют. Не хочешь? Ну, тогда вылезай оттуда. Что ты там сидишь? Мой. Какая ты хулиганка, а? Хулиганка. Ну, что за ребёнок? Ой, все. Кусается уже. Мой. 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 У меня это какой-то очередной влог с обзором покупочек. Ну, да ладно. Надеюсь, вам такое нравится. В общем, раньше я заказывала одежду с Asos и Sheena. Но сейчас все недоступно. Но вроде говорят, что с Sheena можно заказывать одежду. В общем, не суть. Я полезла на Wellberries. Первоначально мне нужны джинсы новые, обычные, голубые. Но пока я их искала, в итоге я наскнулась на такую кофточку. Мне кажется, она сама меня нашла. В розовом цвете, конечно, в каком же еще. Так что я ее заказала. Я не знаю, что это за бренд. Какой-то наш. Они там есть в разных цветах. Она в свободном фасоне. Короче, я ее заказала. Должна была найти себе новые голубые джинсы. В итоге заказала полкило мармеладок, розовую кофточку. Купила очередную карту Минхот. Тупо вся я. Подарите мне кто-нибудь теперь джинсы. Потому что мне не в чем ходить. Не, ну как бы есть. Но мне нужна новая одежда. Обычно, когда читаешь отзывы на одежду или вообще на любую вещь, всем все не то. Всем все колит. Всем все больше мерит. Всем все неприятное. Рваное. Траное. Я всегда боюсь из-за этого заказывать. Но, к счастью, все окей. Она была новенькая. Не распечатанная. Приятная к телу. И мне кажется, что мне идет розовый цвет. В общем, сестра мне подарила на день рождения вот такую серую акулку. С акулками из Икеи сейчас сами знаете проблемы. Так что у меня есть вот такая малышечка, которая идеально подходит к этому малышу в костюмчике. Еще вспомнила, что мне когда-то дарили вот такую акулку. Еще есть у меня вот такая акулка тоже из Икеи. Это из набора для пальчиков. В общем, если вы не в курсе, это ее самый большой энтузиаст акулок. Вот такая у меня компашка. Я тут вспомнила про свой ежедневничек. Не то чтобы я про него забывала, но я наконец-то, кажется, добралась до него, чтобы сделать в нем очередной разворотик. И очень-очень давно я не снимала видео на подобную тематику. Но отдельное видео как-то вряд ли кому интересно будет смотреть. Но если что, на моем канале есть плейлист DIY и там есть все ролики с этой тематикой и с процессом создания этих разворотов. Я поняла, что я до сих пор еще ничего не делала разворота со Stray Kids. Я как бы хотела бы сегодня один из таких сделать. Кое с кем. И нет, это не с Мельхо. На сегодняшний разворот меня вдохновил Ян Чанин. Просто стиль Чанина, наверное, мне ближе всего. Это примерно то, как я одеваюсь или стараюсь одеваться в повседневной жизни. Хотя большую часть времени я хожу как Мельхо в трениках. Но всем бы так секси выглядеть в трениках. Но не об этом. Я тут сделала заранее заготовочку, распечатала все на обычном принтере цветном у себя дома. Вообще этот листик он глянцевый, но я печатаю всегда на задней матовой стороне, потому что мне так нравится больше. Но в этот раз как-то не очень удачно распечаталась. Но, в принципе, вот эта такая потертость, может наоборот, сыграет мне на руку. Вот эти сердечки я хочу для аирподсов использовать. Но, к сожалению, качество мне не очень нравится. Ладно, если что, потом это сделаем. Я тут, значит, порылась в своей коллекции наклеечек. Их, как вы видите, у меня дофига. Но не так уж много чего я смогла найти. Будем использовать вырезки из этого набора плакатиков. Я тут подготовила наклеечки. Может быть, что-нибудь отсюда вырежу. У меня была задумка сделать разворот в стиле вот отрывающихся картинок. Но я решила все-таки остановиться и просто аккуратненько все вырезать. Коль уж у меня очень много ярких разворотов, то в этот раз он будет как раз-таки более минималистичный. Назовем это так. Здесь у меня BTS, поэтому я сюда не хочу. Давайте вот здесь. Единственное, что я забыла сделать, это распечатать какую-нибудь картинку хлебушка. Потому что у нас чайник хлебушек. Я себе в наборах поискала и нашла вот такую наклеечку тоста. Хотя, знаете, здесь больше вайбы баттера BTS. В общем, я думаю, что-нибудь из этого я смогу использовать. Минус то, что с блестками. Но, надеюсь, не критично. Я не знаю, что из этого выйдет. Если что, ссылочки на используемые материалы, которые с Aliexpress я оставлю в описании под видео. Я практически все картинки вырезала. Вот еще две остались. Я не знаю, не слишком ли много будет чайнинов. Плюс у меня еще вот эти картинки. И я бы хотела вырвать тут одну страничку. Наверное, вот эту. В голове всегда классная задумка. Как только дело доходит до композиции, начинается какой-то трэш. Ладно. Что-то примерно будет такое. Плюс я еще добавлю наклеечек. Надеюсь, что что-нибудь путево из этого выйдет. Вообще, конечно, есть несколько вариантов, как приклеить картинки. Либо на двусторонний скотч, либо вот на эту ленту. Но эта лента очень быстро заканчивается. Так что я использую просто обычный клей. Не знаю, как долго это все продержится. Но вроде все предыдущие коллажи, которые я делала, они держатся. Ну что-то в этом есть. Давайте признаемся в этом. Ну или хотя бы сделаем. Здесь я не накосячу с именем. Сколько раз я не проверяла, все равно я себе не доверяю. Для меня, кстати, не сразу дошло, что Ай-Эн, его псевдоним сценический, это из его имени. Потому что Чо Нин. У него заканчивается на И. Ну, до меня это дошло где-то через полгода, как я застанила стрельки. Может, поменьше. Так что, если вдруг вы не знали это, то его псевдоним из его же имени. Хотя это логично. И еще одну надпись, которую я хочу сделать, это Outfit of the Day. Только аббревиатуру. Потому что он часто использует этот хэштег. Мне бы не помешали наклеечки с хэштегом. Надо поискать. У меня должны были быть вот такие наклеечки похожие. Тоже черно-белые. Но там должны были быть циферки. Но, к сожалению, я их у себя не нашла. Хотя я уже три раза пересмотрела. Значит, я их куда-то запихала. И у меня есть только вот такие. Просто тут есть хэштег. Я хотела именно с хэштегом. Ну вот если были бы черные или белые, были бы более контрастные. И эту страничку мы завершим ярким акцентом. Господи. Зигнер из меня никакущий. Ладно, эту страничку я ставлю так. Пока что. Но, если честно... Вы не знаете, вот все, что я делала, мне никогда ничего не нравится. И теперь давайте мы быстренько забацаем вторую страничку. Здесь, конечно, картинка Сенина не очень пропечаталась. Он тут совсем маленький, но ладно. К сожалению, супер ровно вырезать я не умею. Так что берем от жизни, что дают. У меня тут еще старые наклейки. Переднюю сторону я очистила, заднюю решила не трогать. И осталась самая последняя. Это воздух, если что. Но мне его никак не убрать. Еще я себе сделала очередной брелок с Хюн Минсонами. Так что он сюда идеально по цвету подойдет. Точнее, сюда больше подойдет брелок с Ченином, но я хочу с ними. В общем, мой влог превратился в какой-то DIY. Надеюсь, вам понравилось. Вот так эти будут листики выглядеть в ежедневнике. Их нужно продырявить дыроколом, скажем так. Но он у меня далеко. И не лень за ним идти. Надеюсь, я вставлю, как это выглядит в конечном варианте. Можете написать, как вам какая страничка нравится больше. Если вас это тоже вдохновит сделать разворотик, то можете мне их тоже присылать. И на этом я уже буду заканчивать свое видео. И наверняка у многих будут вопросы по поводу распаковок. И особенно камбэка Stray Kids и альбома Ordinary. Ребят, к сожалению, я вам вообще пока никакую информацию не могу дать. У меня в четырех разных местах заказаны альбомы. И везде просто тишина. Ноль information, скажем так. По поводу стафа аналогично. По поводу камбэка BTS, который вроде как 10 июня. Я буду его заказывать. Но когда мне это все придет. Что и как все это будет. Я тоже ничего не знаю. По поводу камбэка Monster. Я пока что в раздумьях. Но, скорее всего, я могу и не взять предзаказ. Если только позже как-нибудь его купить. К сожалению, там уже не будет такой предзаказной начинки. Но я не вижу смысла что-либо заказывать. Потому что мне ничего не приезжает. Я просто плачу, 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 плачу. Деньги. А ничего не приходит. Так что денег у меня, к сожалению, сейчас тоже не так много. С этим напряженка. Доставок нет. Монетизации нет. Ничего нет. Короче. Вот. Я не ною. Я просто отвечаю на вопрос. Который наверняка будет периодически всплывать. В целом разворот мне нравится. Вроде я все доделала. Вроде что-то не хватает. Ладно. Пусть он будет в моем ежедневнике. Потом в следующем блоге, наверное, я сделаю страничку или разворот с минхо. Или с кем-нибудь еще из девичьих групп. Все. Буду на этом заканчивать. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Посмотрите, пожалуйста, мои предыдущие видео. И проявляйте под ними активность. Комментируйте и это видео и другие. Потому что статистика тоже какая-то вполне еще жопа, если честно. Подписывайтесь на мои социальные сети. У меня есть мой телеграм-канал. Есть шоп в телеграме. И также есть в другой социальной сети. Название, которое лучше пока не произносить. Но у них точно такие же никнеймы. И все. Теперь точно прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Мы с вами увидимся совсем-совсем скоро. Всем пока-пока.